Патриотическая акция «Чтобы помнили» стартовала в Макеевке больше года назад. За это время провели автопробеги, фестиваль афганской песни, слет поисковых отрядов. А прошлой весной ветеранов приехал поздравить Олег Газманов. Певец исполнил 17 композиций. Сегодня для ветеранов выступил эстрадно-духовой оркестр «Престиж». В зале собрались более 500 зрителей. Николаю Гончарову подарок Виталия Борта понравился. Ветеран вспоминает, что 9 мая 1945 года встретил в Германии. И там я получил инвалидность. И вот до сих пор живу. С военными песнями выступили исполнители из Донецкой области. Гости не стеснялись показывать свое праздничное настроение. Получают ветераны и другие подарки от народного депутата. В рамках акции «Чтобы помнили ко Дню Победы» героям дарили цветы и продуктовые наборы. Так поздравили почти 300 ветеранов. Всех проведали на дому, кого в больнице, кого дома. Всем, во всех были с подарками, всем открыточку вручили. Участники боевых действий некоторые настолько были довольны, что такого мы не встречали. Это уже, будем говорить, человеческая позиция, отношение к ветеранам, к участникам войны. У нас есть уникальная возможность соприкасаться с живыми носительными историей. И таким серьезным наполнением данной акции является преемственность поколений, связь между молодым поколением и нашими ветеранами, которые на сегодняшний день, дай бог им здоровья, имеют место быть. Акция «Чтобы помнили» объединила самые разные поколения, начиная от школьников и заканчивая ветеранами Афганистана и Великой Отечественной войны. Организаторы проекта заверили, что настроение праздника будут дарить победителям не только 9 мая. Инга Лапикова, Георгий Жилич, Панорама.